Ростех раскрыл характеристики новейшего дрона-разведчика «Корсар». Новое оружие России Ростех раскрыл характеристики новейшего дрона-разведчика «Корсар». 10.38 фото, предоставлено пресс-службой Объединенной приборостроительной корпорации средней-бломалой дальности «Корсар». Фото, предоставлено пресс-службой Объединенной приборостроительной корпорации средней-бломалой дальности «Корсар». Архивное фото. Кубинка, 25 июня РИА Новости. Новейший разведывательный беспилотник «Корсар» может совершать полет на высоте более 5000 метров в течение 8 часов, рассказали во вторник в пресс-службе «Растиха». Летный образец «Корсара» впервые демонстрируется в открытом доступе на пятом юбилейном форуме «Армия-2019». «МИА-Россия» сегодня является официальным информагентством выставки. 23 апреля, 18.36 военный эксперт рассказал о применении комплекса «Сблак-Корсар» на поле бои. Комплекс с беспилотником «Корсар» впервые покажут на форуме «Армия-2019». В эфире радио «Спутник» военный эксперт Дмитрий Корнев высказал мнение, что комплекс при военном применении будет решать тактические задачи. «Корсар» может совершать полет на высоте более 5000 метров, что делает его недосягаемым для стрелкового оружия и многих типов переносных зенитных ракетных комплексов. Экономичный двигатель позволяет «Корсару» находиться в воздухе до 8 часов. Собранная дроном информация обрабатывается и передается наземным системам в режиме реального времени, говорится в сообщении. Масса беспилотника, предназначенного для всепогодной воздушной разведки местности, составляет 200 килограмм, размах крыльев 6,5 метра, длина фюзеляжа 4,2 метра. Помимо военного применения, «Корсар» может использоваться для решения гражданских задач мониторинга окружающей среды, контроля ситуации на автодорогах, наблюдения за объектами инфраструктуры, предупреждения лесных пожаров, поиска и спасения людей при чрезвычайных происшествиях. 8 мая 2018, 11.50 новое оружие России. В Растихе пообещали вдвое увеличить радиус действия беспилотника «Корсар». Данный аппарат предназначен для разведки местности, осуществления патрульных и наблюдательных полетов и выполнения аэрофотосъемки местности.